Ну вы знаете, у меня же был разговор и в офисе президента какое-то время назад, за день до голосования по Дмитрию Александровичу Разумкову. Возможно... С кем у вас был разговор в офисе президента? Был Разумков и в офисе президента, был президент, был Арахамия, был Корниенко, был Ермак и был Шефир. Ого, так много, и вы один? И было еще несколько депутатов со мной. Кто с вами был? Со мной было несколько депутатов, точно я уже не вспомню всех. Прекратите, все вы помните. Ну не помню, честно. Но вы же не пенсионер, чтобы у вас были провалы в памяти. Я думаю, не каждый день вы ходите в офис президента. И так, чтобы вы прям не помнили, с кем вы недавно там были, такого же не бывает. Ну честно, я не помню, кто был со мной, но это те депутаты, которые, счастье депутатов, которые не проголосовали за отставку Разумкова и которые сейчас есть в МФО. В вашем списке. Здесь секретов нет. В МФО Дмитрия Александровича Разумкова. У нас был разговор с президентом Сермаком, был разговор тяжелый. У него было много вопросов ко мне, у меня было много вопросов к президенту. Ну, Ермак, да? Что говорил он президент? Нет, президент. Ермак со мной разговаривал только один раз, когда я упомянул историю, которая была в Одессе, когда оказался действующий мэр Труханов ближе к президенту и друг президента, чем оказываются его люди с партии «Слуга народа». Там была особенная ситуация, я не рассказал. И вот за него был ответственный Ермак, он ответил. Все остальное время мы разговаривали с президентом. 30 минут был наш разговор. Какие аргументы были у Владимира Александровича? Касательно голосования за Разумкова. Почему он считал, что Разумкова нужно снять? Как он вас убеждал? 30 минут мы говорили о проблематике в Одессе и так дальше. После 30 минут мне был задан вопрос. Так что, ты голосуешь за отставку Разумкова? Я говорю, Дмитрий Александрович, это моя позиция, и она у меня аргументирована. Я хочу, чтобы сейчас вы мне сказали, какие аргументы у нас есть к тому, чтобы... Разумкова снять. Чтобы Разумкова снять. На что было сказано, это командное решение, и мы должны сейчас принять его как единая команда и отстранить Разумкова от команды. На что я сказал, что это неправильно, я считаю, что должны быть конкретные аргументы. Значит, он что-то не сделал, что-то не выполнил, как-то подвел команду, изменил правилам, принципам, обидел кого-то, подвел команду, в конце концов, что это почувствовали люди, что это сыграло роль глобально. Этого не было. Это просто решение команды, маленькой команды, которая хочет реценцировать это на весь парламент. Вот и все. Но не были же выполнены никакие условия, не было слушаний, не было доклада и так далее. То есть ничего не было для того, чтобы каждый человек, каждый депутат мог объективно принять свое решение.